Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает еще один насыщенный с точки зрения содержания экономического календаря день. Во-первых, в 10.00 по GMT будем анализировать данные по темпам экономического роста еврозоны. Я думаю, что в соответствии с прежней оценкой в квартальном выражении мы увидим снижение на 0,1%. И, может быть, завтра снова вернемся к оценке перспективы до конца этого года и обозначим тему весьма вероятной рецессии, которая может наступить, если ситуация не изменится. Далее статистика куда более значимая для нас, потому что она напрямую будет влиять на курс американского доллара. Это первичные заявки на пособие по безработице. Я ожидаю еще один слабый отчет, тем более что общее количество заявок сейчас составляет порядка 1,92 млн. Это максимум за два года. И, конечно же, нужно делать выводы о наличии признаков охлаждения рынка труда. После вчерашнего отчета EDP у меня в этом практически нет сомнений. Но хочется, безусловно, закрепить результат. Поможет это сделать официальный отчет Non-Farm Perils, который мы ожидаем, собственно, уже в ходе завтрашней торговой сессии. В 17.40 по GMT состоится выступление Тифа Маклима, главы канадского регулятора. Вчера по факту заседания Банка Канады пресс-конференции не проводилось, поэтому сегодня у Маклима будет все, чтобы озвучить перспективы национальной монетарной политики. Но, как я отмечал ранее, мое мнение, конечно же, субъективное. То, что канадскому регулятору сейчас нельзя даже и намекать рынку о возможности дополнительного ужесточения монетарной политики. Потому что это очень глупое решение с учетом тех экономических условий, которые сейчас сложились в канадской экономике. И закрывать текущую торговую сессию будет динамика отчета показателя ВВП в 23.50 по GMT. Ждем статистику по экономическому росту из Японии. И здесь уже прогнозы крайне негативные. В квартальном выражении снижение может составить 0,5%. В годовом выражении спад может достигнуть 2,1%. Отсюда, друзья, я ожидаю дополнительного давления на японскую валюту. Ну и, конечно же, чем хуже макроэкономические данные, особенно масштаб ВВП, тем больше оснований у Банка Японии пока не отказываться от стимулирующей политики и тех мер поддержки, которые сейчас задействуются властями. Потому что экономика явно нуждается в этих экономических стимулах. Давайте по порядку. Рынок нефти текущей котировки 74.67. Наша первая цель в районе 75 достигнута. Я, признаться, не ожидал, что так вот агрессивно будут распродавать рынок нефти. Но хорошо то, что мы вовремя увидели потенциал, сохраняющийся для дальнейшего снижения и воспользовались этим. Изменилась ли ситуация за последние сутки? Был отчет по запасам нефти США. И запасы снизились. Здесь, по идее, на рынке появился еще один позитивный фактор, который должен был толкнуть цены вверх. Но и этот отчет трейдеры проигнорировали. В результате мы увидели новые многомесячные минимумы по нефтянке. Следующая цель при таких темпах снижения – 70 долларов за бар. Сантимент не изменился. Еще больше трейдеров залезли в покупки в надежде на скорый откат. Нечто подобное мы буквально неделю назад наблюдали по золоту. Но, как мы помним, когда все искренне верили в то, что актив развернется, большинство, имею в виду, рынок отправил золото к новым историческим максимумам. В данном случае, касательно черного золота, сценарий может повториться. Поэтому ждем дополнительное снижение еще больше, чем на 5%, в районе 70 долларов за баррель. По поводу индекса доллара, текущей котировки 104.14 на рынке какое-то время преобладала. Эйфория, связанная с выходом данных по активности в сфере услуг АСМ США, поскольку показатель восстановился с 51.8 до 52.7. Но позитивные отчеты быстро были нейтрализованы. Слабые макроэкономические статистики. Потому что вышел отчет по количеству открытых вакансий в США в прошлом месяце. Их число сократилось на 617 тысяч. Вчера вышел релиз ADP, который предваряет данные по Non-Farm Perls. Очень слабый показатель. 103 тысячи новых рабочих мест. Прогноз был скромный. 130 тысяч, но даже до него фактическая цифра не дотянула. Поэтому вывод то, что рынок труда слабеет. Рынок труда не будет разгонять инфляцию. А значит, у Федрезерва есть еще один повод, чтобы начать смягчать экономическую политику. По данным инструментов AdWords Tool, вероятность снижения ставки в марте сейчас составляет 53%. И она точно станет выше, если в эту пятницу мы увидим похожие по слабости данные уже от официального отчета Non-Farm Perls. Данные по американскому рынку труда. Золото 2026 долларов за тройскую омпцию. Пока что статус к вам, мне кажется, самая лучшая рекомендация. Если, опять же, друзья, вы видите потенциал для дальнейшего роста либо снижения, я буду рад, если вы подкинете в комментарии ваши доводы, чем вы руководствуетесь. Потому что золотом интересуются многие по-прежнему и ищут поддержки для отработки определенной идеи. Доллар иена 146.65, как уже отметил сегодня, очень сильно на пару повлияет отчет по ВВП Японии. Я ожидаю слабые цифры, поэтому пока что сохраняю длинную позицию по этому дуэту активов. Доллар канадец 1.36. Рост продолжается в соответствии с нашими с вами ожиданиями. То есть канадский доллар не может сейчас укрепляться, когда нефть так активно валится. Вчера состоялось заседание Банка Канады решением поставки 5%, как мы и ожидали. И самое главное, если говорить о тезисах и исправительных заявлениях канадского регулятора, то мы так и не увидели намека на возможность повышения процентной ставки. Я об этом говорил. И Банка Канады даже не сделал комментарий о том, что риски остаются инфляционными, повышенными. Но важно сегодня, опять же, послушать Маклима еще раз в 17.40 по GMT. Ждем его выступления, потому что это прям будет жирной точкой под итогами заседания Банка Канады, которое состоялось накануне. Отсутствие каких-либо намеков на повышение ставки, вкупе еще с потенциалом снижения рынка нефти и тем, что с нефтянкой происходит в моменте, думаю, что мы очень скоро увидим нашу цель 1.36.50-1.37. Британская валюта, пока ситуация не изменилась, прогнозы по росту актуальны на 1.27. Это ближайший целевой ориентир. Вчера трейдеров разочаровали данные по строительному сектору Англии, потому что сектор остался в зоне стагнации. Но строительство – это минимальный показатель ВВП. До этого у нас был сильный отчет по активности в сфере услуг, и с показателем было все довольно-таки неплохо, даже с композитным индексом в целом. Белли накануне подтвердил, что британский регулятор пока намерен сохранять ставку на высоком уровне и не обдумывает возможности отказа от жесткой монетарной политики. Поэтому ждем, собственно, снижения курса американского доллара, и это уже точно окажет поддержку всем рисковым инструментам, за которыми мы наблюдаем. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!